Продолжение следует... Ну, извините меня, это принципиально не отличается от того, что происходит в Германии, в Бельгии, во Франции, ну, у пиндосов, у этих вот, значит, над которыми мы здесь хохочем и говорим, что они сами там, значит, приняли каких-то беженцев в 2015 году, беженцы им сели на шею, теперь вот, значит, непонятно, что произойдет с этой старой доброй Европой. У нас примерно те же самые процессы и те следствия вот этих вот очень сложных, очень непростых процессов, которые мы уже имеем по факту сейчас, они местами, временами полностью идентичны тому, что не знают, как решить в Европе. Вот в чем проблема. Дай 50 рублей! Я тебе ничего не дам! Иди нахрен отсюда! Дай 50 рублей! В Коломенскую больницу пришли сразу два врача-терапевта. Это Хамза Муса и Сухейл Радман. Санкт-Петербург. Полиция арестовала Екатерину Великую и Петра Первого. Да, он типичный Питер. Он просто власть забирает на ровном месте. Просто царствовали, все было хорошо и все. Все, поехали. Теперь здесь снова, да, революция. Личный геронтолог Путина, который планировал дожить до 100 лет, в возрасте 77 лет отправился на концерт к Обзону. Этот обещал Путину, что найдет эриксир вечной молодости. Этот обещал, что возьмет Киев за три дня. Этот до Ростова до сих пор не может доехать. Одни профессионалы вокруг него собрались. Евгений Васильевич, 28 лет, из города Находка. Поехал повоевать, делится впечатлениями. Меня зовут Салдайкин Евгений Васильевич, мне 28 лет, я житель города Находка. На специальной военной операции вы как туда попали, вообще что? Расскажите. Специальная военная операция у меня началась с самых первых дней. Я изъявил желание, попросился, чтобы меня туда отправили, так как не хотел, ну, скуковать дальше. Сидел дома на теплом диване, скучно стало. Решил, дай съезжу в Украину, заработай легкий деньжат. У вас ранение, да? Расскажите немножко вот эту историю. С утра и до позднего вечера они нас просто утюжили минометом, утюжили, утюжили. И вот очень хорошо, прям, очень хорошо проутюжила украинская артиллерия. Прям очень хорошо. Когда по нам отработал Змей Горыныч, я видел, ну, был присутствовал, когда по нам применяют все средства, будь то хаймерс, минометы, ствольную артиллерию, грады, там, все, что можно. Я все это чувствовал, проходил через это. Но когда по нам применили Змей Горыныч, я на секунду задумался, нет, ну, не могут же они ядерную бомбу скинуть, не могут, нет, нет, точно нет. Вот, ну, настолько я был ошеломлен от этой машины. Перепробовал на себе все, говорит, хаймерсы, минометы, артиллерию, дроны, джавелины. Но Змей Горыныч меня особенно впечатлил. По оценкам российских военкоров, сейчас на фронте находится около 500 тысяч российских военных. И этого количества недостаточно для проведения каких-либо масштабных операций. Как, например, было во времена Великой Отечественной войны. Конечно, сравнивать эти войны наивно и глупо, ну, с другой стороны, какого ума мы ждем от Z-военкоров. Ну, поэтому вот так и любят это делать российские чиновники. Их постоянно спрашивают про ротацию мобилизованных, и они всегда отвечают, что ее не будет. В очередной раз это сказал депутат Госдумы Картополов. Без сравнения нынешней ситуации с обороной Москвы в 41-м и битвой за Сталинград, он тоже обойтись, конечно, не смог. Очень важно задавать вопросы про мобилизованных, потому что они больше всего, вот эти вопросы, раздражают российских чиновников. Тысячи солдат насильно отправили умирать в чужую страну. Журналисты уже установили имена почти 42 тысяч погибших. Конечно, на войне есть некоторый процент добровольцев. Как минимум 53 человека погибли, не достигнув возраста 19 лет. Моложе 20 лет погибли более 1100 человек. А ведь вначале Путин обещал, что служить, воевать в спецоперации будут только контрактники с опытом военных действий. А потом Госдума разрешила заключать контракт сразу после окончания школы. Ну и вот, по сути, подростков начали отправлять умирать. В Москве полиция задержала участницу движения «Жен мобилизованных. Путь домой» Марию Андрееву во время ее одиночного пикета. Женщина отреагировала на задержание эмоционально. Видите, наши парни на фронте рвут жопу за эту власть. А она задерживалась еще на умобилизованного. Журналистам нашего телеканала Андреева рассказала, что следовики провели ее лишь около 100 метров. К ним подбежал еще один полицейский и сказал, что женщину нужно срочно отпустить. В результате вся история с задержанием ограничилась лишь проверкой паспорта. Андреева вместе с другими родственниками мобилизованных вышла на акцию возложения цветов к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. После этого она стала у памятника маршалу Жукову с плакатом «Свободу мобилизованным». Тогда к ней и подошли. «Сегодня у нас была очередная акция по возложению цветов к вечному огню. На этой акции мы пытаемся привлечь внимание к проблеме мобилизованных, что они уже более 15 месяцев находятся в зоне боевых действий. После акции я решила сделать одиночный пикет. Выбрала я для этого Красную площадь, а непосредственно памятник Жукову. Встала под ним с плаката. У меня есть плакат «Свободу мобилизованным верните семьям отцов, мужей, сыновей». Очень быстро, буквально, я не простояла с плакатом, наверное, и минуты, подлетел молодой полицейский, схватил меня под руку и начал вовочь в неизвестном мне направлении, скажем так. Через некоторое время его и меня догнал еще один полицейский и сказал, чтобы меня срочно отпустили и лишь проверили паспорт. Меня снимало достаточное количество журналистов об этом задержании, точнее, попытке задержания. Можно уже посмотреть на мобилизацию новости, Сота, Вижн. Вот, это вот то, что вы уже успели опубликовать. Я думаю, будут и на других интернет-ресурсах все это размещено. Дело в том, что данный пикет, он же был и эксперимент, который подтвердил то, что жен и матерей мобилизованных есть разнарядка, не трогать. Поэтому, девочки, вы смело можете выходить на одиночные пикеты.